У Владимира Суханова территориально самый большой округ. Кроме того, он разбросан. Это часть поселка Вычегодский, Байка, деревня Свининская и Слуда. 46-й лесозавод и Антонова тоже входят в список его округа. Эти микрорайоны сегодня депутат посетил первыми. Насущные проблемы жители микрорайона 46-й лесозавод неоднократно озвучивали на встречах со своим избранником и на недавней встрече с главой Котласа Денисом Шевелой. Большой объем работ сделан на 46-м. Это проблема тополя. Были проблемные участки спиленные. Остались вопросы небольшого значения, которые задавались тоже. Это глиняные насыпи, которые были возведены и мешают отводу воды. Не знаю, пообещали сделать эту проблему решить. Еще часть тополей будет. На 46-м это возле библиотеки до 1 сентября пообещали сделать. Ну и проблема тоже это мусорная помойка. Большая правда между домами 26-28. Тоже над ней сейчас решаем. Тоже есть как бы хорошие заделы, что она будет вывезена. После встречи главы Котласа с жителями 46-го этой весной тополя возле трансформатора спилили в первую очередь. Существовала угроза безопасности людей. Остальные проблемы пока в процессе их решения. Объезд по округу продолжился в Антоново и по сути превратился во встречу с жителями микрорайона. У них накопилось много вопросов к своему депутату. Один из них – дорога. Всегда возникали претензии к администрации. В последнее время сейчас все дороги утверждает депутатский корпус. Но исходя из того, что это 2000 кубов песчаной гравийной смеси на все 80 км дорог. Поэтому сразу на момент отсыпать не представляется возможным. На исполнение судебных решений в отношении автомобильных дорог, освещения и тротуаров требуется 890 миллионов рублей. У меня всего лишь 57 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог. 400 миллионов рублей требуется на проведение автомобильных дорог. Нормативные требования, где коленец превышает допустимые нормы. Финансирования недостаточно. Несколько лет назад в Антоново существовало ТСЖ. Благодаря ему жители провели газ и уличное освещение. Сейчас товарищества нет. Проблемы появились. Активный пропагандист ТОСов Владимир Суханов на примере деревни Слуда доказал их эффективность. У нас есть староста, есть совет деревни. Регулярно, практически раз в месяц собираемся, решаем проблемы. Все обязанности расписаны. То есть у нас тоже улицы, дома. Но мы решаем глобально проблемы всего населенного пункта. Должно быть сформировано какое-то общественное движение, что-то, лидер какой-то быть. Объединять весь вот этот микрорайон. И вот эти проблемы приходить вместе, совместно решать. А так жители вот в этом году улицы Бор освещения полтора миллиона, там, ну 1,6 миллиона выделили. Все, они успокоились. Им, как говорится, сейчас вот улица Новоантоновская. Будем тоже решать. Мой телефон известен, звоните. Я говорю, сейчас вот жителям дал. Пожалуйста, я приеду на встречу, будем совместно решать. Владимир Суханов уверен, что поэтапно решить проблемы ему помогут неравнодушные жители микрорайона. В ближайшее время в его планах объехать остальные территории своего округа. Продолжение следует...